Кто, на ком и куда. Габлак, Абадон, Травка, Вайпер, Дэнди будет играть на паке Фанник, Некрофос и Ванскор на Бэйне. Немного неожиданно. Я думал, в мид пойдет Вайпер. Фанник на Некрофосе, это для меня вообще новость. Ну и команда Муи. Гризайн, Сенсей. Джакира, Буктоп, Скаймейдж, Милан, Разор, Лизард, Мипо и Митч. Будет играть на Тайдхантере. Тайм-аут на ТС. Угу. Смотрите, Ванскор. У нас дисконнект Разора. Вот Фанник отправляется на... Трипл-лейн, только туда же летит и Дэнди на паке. Неужто Дэнди будет стоять на оффлейне? Тогда кто пойдет в мид? Да нет, я думаю, Дэнди свернет сейчас в мид. Травка идет на Изи. Ванскор, может быть, поставит Варт и уйдет в агрессивную триплу к Фаннику. Тогда все более-менее как встает на свои места. Ну что, ждем Разора. Первая игра для Na'Vi в одиннадцатом сезоне. Жаль, конечно, что со Стендином дебютирует. Че, и Бэйн отваливается. Ванскор написал «Гэй» и ушел вслед за Разором. Разор вернулся. Возвращается ванскор, и мы, скорее всего, прямо сейчас и начнем. Вайпер кольцо защиты. Стики. Ну, в надежде то, что будет стоять против Тайда. Тот будет постоянно спамить Unchor Smash. Соответственно, стики будут заряжаться. Ну, пока в ожидании. Уэйтинг. Уэйтинг. Надеюсь, это не Дудос. Да, что если это Дудос, это печально. Нет, ребят, это не Травка сломал ногу хвосту, чтобы поиграть в Na'Vi. Это неправда. Го, пишет Габлак. Вернулся ванскор. Ну, и сейчас посмотрим на расстановку лейнов. Пока я не знаю, как и что будет выглядеть. Вот Фанник на Некрофосе. Сейчас поворачивается в сторону меда. Неужто Фанник будет на меде, а Дэнди будет стоять на оффлейне. Для меня это будет вообще новость. Мне почему-то кажется, что Дэнди... Нет, вардов у него нет, поэтому... Не знаю, зачем он сюда пришел. Но я думаю, ребятам виднее, как их демонсить. Будут дождаться руны. Напаятся через 25 секунд. Фанник тем временем. Тфу, Фанник. Травка находится на ботаме. Он скоро рядом, если что. Прокачает слип, как-то может подсейвить. Приходит сюда мипа. Ждет руну. Забирает руну инвиза и просто отходит. Увеляются Пенант и Нави. Их уже две с лишним тысячи в игре. Ну и что, Дэнди все же в меде. На оффлейне будет стоять Фанник плюс Габлак. Кстати, очень трудно убиваемая Дабла, так сказать. Есть щиток, есть подхил от Фанника. Ну, вон скоро здесь не будет. Вон скоро подблочил крипов, как смог. Максимально сдвинул лейн в сторону своего тавра. Ну и травка против Тайдхантера. Посмотрим, как пойдет. Пока травят Тайду. Тайду очень неприятно. Подходит сюда Бэйн. Тоже начинает подтыкивать с руки. А что сделать Тайду? Щиточка нет. Анчур с Мэшем зацепить рейнджового героя очень трудно. Поэтому просто получает дэмэдж. Фанник начинает размениваться по ХБ с буктопом. Пошел щиточек. Ну, я говорю, здесь агрессировать на Фанника смысла не имеет. Как я и говорил, фармящий Джокира, да. А Мипо стоит на отводах в лесу. Мипо здесь в качестве суппорта. Интересный выбор. Почему так, я не знаю. Обычно Мипо качают максимально быстро получить там Аганим Тайдер. И после этого начинают убивать много-много героев. Получать огромное количество экспириенсов. Быстро аппать 25-й. Мич на ботами. Есть еще тычечка. Еще тычка травки будет? Нет. Уходит Тайд. Травка не стала лезть под тавр. И правильно, наверное, сделал. Там бы Крепы его еще через пару шажочков подблочили. И Тайды бы уже совсем не подцепить. Мипо. Второй уровень есть. Пытается фармить отводы. Что у Джакира? От Джакира кольцо защиты 350. Ну, тут, наверное, попытка будет быстро собрать Транквилы. Габлак стоит на лоу-граунде и пытается получить экспунт с отводов. Фаник. Что по ластхитам? Пока топовый травка. 10 на 4. Следом идет Дэнди. 6 на 5 в виде. Против него Разор. 5 на 3. Разор. Пак. Запрыгивает. Видит Куру. Будет ли две тычечки? Одна тычечка пошла. 26 хп у Куры остается. Добегается уже до Разора. Здесь тангусы. Бэйн забирает руну иллюзий. Может, кстати, вывести ее на лейн. Тем самым смутить Тайда, чтобы тот дал инфу, мол, все в порядке, ребята, он на лейне. Но нет, вон скоро тут начинает девардить, поэтому спалили настоящего. Габлак все еще первого уровня. Дэнди потерял 42 дэмэджа. Довольно-таки много от второго статьи клинка. Заход в спину. Пускай тут предъявить ничего не смог. Травка третьего уровня. Есть базилка. Во что пойдет? Пока не ясно, будет ли это мека на всю команду. Или же пойдет в какие-то дамажащие артефакты. ПТ, аганим и так далее. Скоро узнаем. Монскор. В меде. Сфорвал он немного экспириенса у Дэнди. Дэнди, наверное, недоволен. Дэнди. Продолжает обузить ботл. Есть четвертый уровень. Также четвертый у Розора. Начинается статик линг. Улетает на Орве. Разорвал статик. Опять 42 дэмэджи минус. Ласт хитить, конечно, очень трудно, когда ты столько урона теряешь. Два ранжовых крипа стоит со стороны Тайдхантера, поэтому Лейн спушится в сторону травки. Он помогает, соответственно, всяческих крипам уйти ближе к его Тавру, чтобы для Тайда каждый такой выход был гораздо опаснее. Дэнди. Талисман. 340 на руках. И летает ботл. Фанник стоит за вышкой. Уже четвертый уровень есть. Два кольца защиты. С собой сапог. 300 в кармане. Гаплак гоняет Мипо. Мипо уже третьего уровня. Идет гангать с буктопом. Здесь, если что, Бэйн есть на подсейв. И слип есть брейнсап. Вайпера трудно подцепить. Вайпер качается через агрессию. Нейротоксин в двоечку. Выходит Бэйн. Бэйна подцепили. Пошла сеточка. Уф. Но это минус ванскор. Да, он себя заслипал, но деваться здесь некуда. И ФБ забирает Лизард на Мипо. Не очень хорошее начало. Да, не вовремя вышел ванскор на лейн. Ну, конечно же, он бы хотел погонять Тайда, который уже слишком далеко зашел. И не хотелось давать ему лишний экспириенс. У Тайды, кстати, уже почти пятый уровень. Травка. Идет грызть. Есть сапог. Подходит сюда Лизард. Пошла сеточка. Будет ли слип на буктопа. Или хотя бы брейн сап. Потому что чуть-чуть урона не хватает. Брейн сап есть, но нет. Не дотянулся здесь Бэйн. Самую малость. Физы появляются у Травки. Если были физы, то это... Сейчас, возможно, даже даблкил бы был. Дримкоил ставит Дэнди. Пошел. Кстати, клинк разбил. Как же много демэджа носит здесь Прозору. Еще тычечка. И Дэнди делает ответный фраг. 1-1. Не ФБ, но да ладно. Зато забирают мидера. Что есть у габлока? Там у габлока второй уровень. Заряженные стики. Сапога нет. Есть ДП и... Деревца. Фаник скоро получит свой уровень. Можно будет попробовать кого-то защемить с помощью Рипера. Упивается Дэнди. Ставит агрессивный вард на хайграунд, чтобы видеть перевещение по миду. Травка. Шестой есть. Вайперстрайк есть. Заряженные стики. Мэджик Вант решил прогрейдить себе. Пак. Не стал прыгать. Хотя прыгает наперед. Если Дримкоил... Дримкоила нет. Будет листать и клинк. Сайланс. Подходит габлок. Дэнди нужен щиток. Дэнди получает щиток. Пойдет до конца с Иллюзорио Арбой. Идет. Дотыкивает и упрыгивает. Джакира. Айспес. Не подцепил. Уходит спокойненько. Пак. Правда здесь Скай. Видит его уже. Ну Дэнди уже отпился. Еще и Дримкоил. Отличная игра от Дэнди. Уже второй фраг в миде. Тут немного помог Артурка с щиточком. Но в целом исполнение, конечно, от Дэндика великолепное. Травка. Выходит на мидже. Подцепил. Под фейзами. Дальше не пошел. Рэвиджа там пока нет. И еще до него целый уровень. У Некрофа с этим временем появляется. Рипер. Если кто-то захочет подставиться, то можно в таверну надолго уехать. Дэнди прилетает ПТ. Стоит тут тюрелью просто расстреливает. Что у Травки. Мэджик Вэнд. Райс Бэнд. Ну, сначала решил собрать Аквилу. А что дальше мы увидим? Как я и говорил, вариантов много. Либо какой-то Аганим, либо Мека. Барабаны дальше на команду. Что есть у Мипа? Мипа. Вот он бегает с Транквиллами. Четвертый уровень. Пока я бы не сказал, что выделяется. Но в любом случае Ганг удачный с его участием был. Травка. Идет боковать. Ну, не стал поддерживать эту идею. Ван Скор побоялся, наверное, что опять же могут оказаться рядом братья вот эти, которые могут подцепить сеточкой и двумя пуфами разбомбить. Джакира уже шестой уровень. Полю. Так, на стычка. На руне. Дэнди. Есть Дримкоил. Ставить не хочет. Габлак. Нужен щиток на Дэнди. Не получается. Идут дальше щемить Дэнди. Нужно спрыгнуть на лоу-граунду. Прекивает. Еле-еле живой. 112, кстати, клинком там насосали. Есть смерть Габлака. И счет становится 2-2. Тайдуха пятого уровня бегает в инвизи. Травка пока не трогает Куру. 900 к руках. Назад ТП в мидл. Прилетает Дэнди. Будет прыгать. Да, прыгает. Дримкоил ставится пока не хочет. Тут Коил получает от Габлака. Ну, не стали идти за вышку. Понимая, что может быть сейф ТП и цепанут. Седьмой уровень Джакира. И он начинает таранить вышку. Как я и говорил, да, с четвертым Ликвидфайером Тавр будет осыпаться очень-очень быстро. С этим надо что-то делать. Травка. Наконец-то прилетает к нему Курьер. Тыща на руках. Разор ставит паузу. Не знаю, что случилось. И не Пакет Лосс спрашивает. Один процент, пишет Ванскор. Продолжается игра. Проблемы, собственно, какие-то с коннектом у команды Муи. Тайт. Шестой уровень уже получил. Почти седьмой. Есть Арканы до Даггера, конечно, еще очень долго. Но всего-то десятые минуты. И для Офлейн он очень неплохо выглядит. Дримкоил. Есть ли чем сбить ТП? ТП сбить нечем. Фанник далеко. Хватал у него маны на Рипер. Но подойти он не успел. Есть Транквилы. Пойнт Бустер. 920 ХП. Пошел в быстрый аганим, я так понимаю. Заслипали здесь Лизарда. Но чем подцепить? С ТП никто не летит. Вайперстрайк, травка не пошел давать. Понимаешь, что там есть Реведж? Фанник подходит. Падает на Эйспэт. Летает сюда Скай. Пошел Сайланс. Фанник как-то по барабану. Джекки разобирает вышку. Пойдет, я думаю, в быстрый Юл. Поддон. Десять сиков. Почти пятый уровень. Фанник остается дальше на Лейне. Пытается все выформить аганим, я так думаю. Хотя, возможно, это будет не аганим, а блудстоун. Такое тоже практиковалось. Тысяча тонн в руках. Сейчас посмотрим, если начнет появляться какой-то Energy Vitality Booster. Понятно, что это будет не аганим. Так. Здесь появляется Брейсер. Пойдет в барабанщики, не хочет собирать максимально быструю Мекку. Что у травки? Поинт Бустер, да, как я и говорил, не идет в Мекку. Идет в аганим быстрый. Тайт. Без даггера. Вот еще на руках есть. Есть реветч. Можно попробовать кого-то подцепить. Он скоро пятый уровень. Финцгриппа пока нет. Ого, уже Point Booster у Мипы есть. Транквил и Point Booster. Неплохой запах для саппорта лесного. Фанник покупает Vitality Booster. Да, все же это будет Блудстоун. Ну, тут огромное количество игроков мы на ботами. Понятное дело, что у них есть Liquid Fire. Им надо идти и толкать ТВРА. Чем они и занимаются. Дэнди пошел врываться. Не стоит забывать о том, что там есть реветч. Травка. Не перебыковал Ли. Так. Купил даггер. Пошел, кстати, клинк Фанника. Выходит One Score. Надо хоть кого-то заслипать. Заслипал. У Фанника уже высустили 105 дэмэджа. Поэтому драться особо не захочется. Травка. Пошел реветч. Очень много урона по травке. Он еще и на макропире. Дримкоил по двоим. Фанник. Накрыть бы кого-то хотя бы рипером. Не получается. Он под Сайлансом. One Score цепанули. Dual Fire минус One Score. Пока размен 2 в 0. Фанник. Пытается забить мяча. Накрывает. Разорвано 60 секунд. И минус здесь. Здесь еще и Тейдхантер. Дэнди идет дальше гасить. Минус еще один. Цепанул. Нет. Визард улетает отсюда на пуфе. Ну и делает тэп аут. Скай. Драка 2 в 3. Сотратили вайпер айбэйном. Зато фанник получил 9 уровень. Виталий эти бустеры. И сейчас совсем скоро будет. Soul Booster. 500. Ой, здесь есть 5. 50 единиц золота осталось. Товыран ави не так просто таранить. Ну Дэнди есть даггер. Вайпер с бустером 500 на руках. Но этого и выживаемости ему все равно не хватило. Азик отходит. Не хочет, чтобы его подцепили. Правильно делает Дэнди в мидле. Убивает крипов. Прыгает на руку. Кстати, она до сих пор лежит. А через 30 секунд появляется новая. Наполняет ботал. Это иллюзии. Что у Тайда? Тайда 1700. Несмотря на то, что он погиб. Даггер все равно скоро уже не появится. Провезали фортификейшн. Фортификейшн знает, что он обновится после Т1. Рэйвэй же сейчас нет на меня. Сопа боятся. Фаник. Ликвид Фаером продолжает вышку таранить. Скоро появится Финсгрип у Ван. Скоро пока он находит Тайда. Будет ли Слип? Слипа нет. Находит Мипа. Габлака бы как-то подсевить. Филдом мгновенно сбивается щиток. Ван скоро рассыпали. Заслипал себя пока. Но будет тычка, понятное дело. Насосали статик линком. Сайланс от Дэнди. Рано. Ставится Дрим Койл по двоим. Вайпер Страйк в Разора. Вот там 84 дэмэджа. Я не уверен, что Травке надо подниматься на хайграунд. Он поднялся. Получает Койл. Его вроде пока подхиливают. Прилетает к нему Угрклаб. Дэнди. Врыв. Буктоп. Тычечка. Разобрал. Очень агрессивная игра от Дэнди. Идет дальше. Щиток взорвался. Согрел огромное количество крипов. Но и видишь, что здесь стаки. Они все несутся за Дэнди. Габлак. Видят Разора. Пошли тычечки. Там есть статик линк. Габлак должен давать вижен. Пошел не с той стороны. Травка гонится за Разором. Нужно сделать буквально еще тычечку. Будет ли это тычечка? Есть килл для Травки. Тем временем продолжается стычка на отводах. Это все уже форманули с помощью Фанника и Дэнди. У Фанника уже 1700 в кармане. Соответственно, до самого Блудслоуна остается просто гроши. Мидас появляется у Дэнди на паке. У Дэнди почти 12 уровень. Интересный выбор Мидаса на 16 минуте. Что у Мипаря? У Мипаря по-прежнему поинт вустера. Он продолжает фармить крипов. Смещаются на топ с попыткой забрать Т1. У Вайпера 1000 до Аганима. Бэйн наконец-то есть Фитцгрип. Он пересможет, если что, кого-то поймать, скащикатать. Фанник 11. К нему уже летит. Без рецепта Блудслоуна. Да, остается рецептик. Я думаю, это много времени не займет. Ванскор стоит в кустах. Решил сделать топ-аут. Значит, у драки у нас на топе не будет. Ну и травка. Уже вроде как доформил себе, да? Или нет? Лежит у него в Стэше что-нибудь. В Стэше лишит только Блэйдов Алакрики. Здесь смоуг от Скайна, он уже заканчивается. Дэнди, снова руны иллюзий. Да, летит рецепт. Габлокатом появляются транквилы на ботом. Да, здесь Фанник с подхилом. Мана. Треген очень хороший. Пассивка про Макшина. Поэтому добивая крипа. Треген хороший получает. Дэнди помогает в Телизоре Арбом толкать лейн. И уже подходит к Т2. Пойдут ли пушить, это другой вопрос. Вот иллюзии Дэнди пушат. Подходит сюда. Габлокат. Травка пытается доформить себе Аганим. Причем делает это в лесах. Фанник находит мипаря. Ну, а чем было сбивать? Юзать ультимейт. Не факт, что после этого мипаря еще не успеет проюзать. Типаут у мипаря уже 2000 до Аганима. Это, конечно, не сильно прям-таки усложнит. Но сам факт того, что мипаря уже 9 уровня, это саппорт. И он продолжает бегать по карте, получать экспириенс везде, где можно. Это печально. Паник сворачивает на топ. Дэнди забирает Ская. В медли где-то подцепили, да, с помощью. С помощью Дримкойла, но... Не важно. КД не такой... Руна появится через 3 секунды. Именно из-за этого сюда приходит Данил. Ну и что, Габлок. Урна есть, Транквилы есть. Руна богатство. Забирает ее Сипак. В соло убить Тайду у него, конечно же, не получится. АТП на помощь здесь сделать некому. Ну что, пойдут. Можно было, кстати, ванскору попробовать щекотнуть. Пацана, подбежал бы Фаник, один подхил рипер и... Очень долго сидеть в таверне. Пошел Югул. Айспэд. Кто-то подойдет еще для того матча. Макропира. Пошел вайперстрайк. Ванскор. Пытался добежать, чтобы цепануть. Не получилось. Разор 1100 на руках. Купил Брейсер. Нафаник может себе позволить убивать крипов. Подхилкой своей. Нафарм очень хороший. Полторы тысячи уже на руках. Не знаю, что будет появляться дальше. Дэнди с Мидосом. Уже почти собран Аганим. Что у нас по графикам и по Нетворсам? Давайте посмотрим. Нави выигрывает 7500 по золоту к 20-й минуте. Это очень хороший показатель. По эксперт чуть больше 5000. По графикам Дэнди топ-1 Нетворса 10800 у Мандемуи. Это слабенький показатель. 5900. Ну и Мипа находится чуть выше Абаддона. На 2000 его пока обходит. Это 5000. Пауза от Ванскора. Переподключился. Мипа выформил себе Аганим, кстати. Прямо сейчас у него 1000 и 1 золото. Джокера надо отсюда текать. Потому что Дэнди может запрыгнуть сейчас Даггера, поставить Дрим Койл. И он отсюда уже никак не уходит. Да, у него есть Юл. Но рядом есть Бравая Подмога в виде Габлака. Но единственное, что Теп-Аут сбивать нечем. Поэтому Дрим Койл надо ставить после Теп-Аута. А сейчас впрыгивает, давает Сайленс и наваливает с руки. Некрофос отваливается из-за кипа. Но я думаю, Дэнди все прекрасно понимает. Поэтому сейчас запрыгнет, даст Сайленс, максимум Арбу. Дождется, пока Джокера полетает, нажмет Теп-Аут. После этого поставит Дрим Койл. На самом деле, сегодня беда с интернетом не только на Европе, а везде, где можно. Да, возвращается у нас Некрофос. Гоу-Гоу еще спрашивает. We're already again. Берет Габлак. И катка продолжается. Дэнди запрыгивает Сайленс. Арба. Вот он Теп-Аут. Дрим Койл. Все как по книжечке делает Дэнди. И забирает фраг. Две стоны в руках у Фанника. Травка. Есть Аганим Фейзы Стики. Сейчас главное собрать какой-то БКБ или что-то укрепиться. Проблемы большие у Разора. Отправляют его в таверну на 69 без права байбека. Это, кстати, хорошая замашка на какой-нибудь Пуш или какого-нибудь Рошана. Но вот ребята из Нави ломятся просто сразу на Т-2. Понимая то, что это 58 секунд без чуть ли главного героя команды Муин. Муин, еще и Джакира в таверне. Фанник и Ману тут бесконечные. Поэтому просто можно таранить вышку. На Ботом и Крепочки тоже рядом, но пользуюсь ситуацией их фармить Мипо. Если бы не отпушили Ботом, то это минус еще один Тавер Болба. На Т-3 не идут. Рошана может быть. Все-таки 30 секунд у них есть. Фанник запрыгивает, да, и это все-таки будет Рошан. Думаю, надо сбить Линку, чтобы Травка мог засандалить Вайпер Страйк. Не знаю, правда, чем. Кайлом или еще чем-то. На самом деле не особо успевают. То, что Разор уже резается, он может спокойно делать ТП на Т2, чем он и занимается. А упала только Фоу Рошана. Пошел Айспэт. Не дотягивается до Фанника, зато Рошана поддержал немного. У Дэнди есть Дримкоил. Есть Аганин. Фанник спокойно донкует. Тайд может взрываться. У него есть даггер. Сейчас будет Вижен. Тайд ворвался. Пошел Реведж. Мистик Флеер на Травку. Нужен хоть какой-то подхил. Травка. Пошел Вайпер Страйк в Разора. Очень сильный раскаст. Дэнди. Дэнди Мансит. Пытаются добить Рошана. Забирают Аегис. Это уже минус 3 у команды Муи. Дримкоил. В Слипе находится сейчас ТХД. Пока погиб только Вайпер. ТХД тоже в таверну. А потом забирает килл. Аегис достается, я так понимаю, Некрофос. Он тут и очень хорошо Блудстон подзарядил. Еще и Бэйн цепляет Ская. Где тебя нашли? Где-то здесь. Что, у Бэйна даггер там какой-то? Нет, как он до сюда так быстро вон скоро добрался? Заход на хайграунд. Фаник стоит, просто танкует вышку. И продолжает ее танковать. Есть фортификейшн. Придется проюзать. Хотя 20 секунд до Тайтона у него в любом случае нет реведжа. И дефт запридется тем, что есть. У Фаника через 30 секунд ультимейт. Дэнди, Дримкоил также через 30 секунд. Пока просто стоят и доранят вышку. Забрали очень быстро Креплов с раскастов. Фаник продолжает танковать. Там Габлак Кайлами подхиливает. Фаник с даггером. Есть Аегис. Шифт. Дэнди. Вылез. Пошел рассказ с него. Щиточком подхилили. Габлак рядом. 15-6. 23-я минута. Преимущество по золоту около 15 тысяч. Для Нави 12 тысяч по экспириенсу. И можно смещаться на какой-нибудь топ, забирать две вышки. Что здесь у Мипо? Мипо имеет Аганим ПТ и больше пока ничего. Пак забирает руну дабл даймеджа. Подцепит ли Мипаря? Фаник рядом. Даггер есть. Можно попробовать. Нет, улетают отсюда Мипари. Забирают Крепочков. У Дэнди уже 2000 на руках. 2300 у Некрофоса. Бегает здесь Габлак 11 уровня. Понимает, что убить его будет довольно-таки трудно. Команде Муи Паник. Забирают Крипов. Вышка упадет. Стопа яйца фортификейшн у команды Муи. Смерти для 1. Остается Крипом. Иду дальше. Травка 2000 на руках. Прилетает Дэнди. Отпушил мидл. Замедасил. Ну, и здесь хватит этих людей, чтобы пропушить вышку. Начинает падать Т2. Мипа пытается сделать аналогичную движуху на ботаме. Тоже поломать вышку. Мидлия. Дэнди подцепили. Мистик Флэйр. И Дэнди погибает. Забирают это время вышку на топе. У Дэнди, если что, есть байбэк 2600 на руках. На ботаме Т2 не тронуто. ТП в мидл. Прилетает Фаник. Запрыгнул. Подхил. Разор. Вайпер страйк. И можно идти в погоню спокойно. Подцепили. Сейчас будет рипер. Пошел рипер. Ну, сразу. 73 секунды. Опять без байбэка. Тем временем здесь. Муктоп. Финсгрипом. Подцепили. Габлак. Начинает наваливать с руки. У него сейчас койл будет после окончания сайланса. Ну, тут хватает дэмэджа от Ван Скора, грубо говоря. У Ван Скора, кстати, вот-вот появится БКБ. Фаник подхиливает Дэнди. Появится через 30 секунд. А вот Разора не будет 60. Пойдут ли на хайграунд? Вообще, есть травка. У которого 2800 на руках. Есть Аганим. И, возможно, он сейчас себе позволит какой-нибудь ривер. У Фаника появляется Мистик Став. Наверное, Шива. Подходит сюда ТКД. Его заслипали. Фаник. Уйдет на дайгере. Травка просто стоит на хайграунде и стреляет. Минус Тавр. Забирает его в Ван Скорп. Дэнди на всех парах сюда несется. Ставится в вард. Ютрунжевый Барак. Пошел вайперстрайк. Клиппу. Буктоп. Получил всего лишь тысячу атаку. Больно. Травка. Пошла Макрофера. Снова вайперстрайк. Буктоп минус. Разор. Будет листать и клинк. Кстати, клинк есть на травку. Дэнджи Малладенди запрыгивает. Сайлансом очень много дэмэджа. Это снова минус Разор. Он снова без байбэка. Фаник отправит из дайгера. Пошел рэвэдж. С Фаникой уже Аеги сдропнули. Плывет ли под хилл? Рипер отправляет мяча в таверну. 73 секунду не будет. Мейппу. А как много дэмэджа. А что с ним здесь делать? На самом деле подходит Дэнди. Попадает вайспэд. Упрыгивает. Есть Сайланс. Стравка должен добивать мипа. Утычечку. Есть тычечка. Минус мипа. Вайпер Страйк. Вьюл. Взлетает за ивейдил. Подходит Габлак. Будет ли койл? Есть койл. Габадон забирает килл. Джакира байбэк. Стравка просто бей бараки. Как кричал Володя по ГГ. Снова вайпер Страйк. После байбэка подцепили. Айспэд за ивейдили. Будет ли брать сап? Ванскор. Сайланс от Дэнди. Арба. Он отсюда упрыгнет. Спокойник упрыгивает. Снова вайпер Страйк есть? Нет. Можно спустите. Ванскор слип. Травка спокойно уходит. А вот Ванскор нет. Но минус первая сторона. Фаник здесь. Килит постоянно команду. Единственное, что не хватает сейчас. Это маны травки. Так можно было продолжить. Свои злодеяния на хайграунде команды мой. Ну и появляется Шилл уже у Фаника. Да, уже более 17 тысяч преимущества по золоту и около 13 по экспириенсу. Сейчас отхилятся и пойдут дальше. Как раз Фаник себе заберет Шиву. У Дэнди. Есть БКБ 10-секундная. Ну я вообще не знаю, как этого демона за БКБ убивать. Там и так. Шифты. Арбы. Теперь еще БКБ. Еще Юлу только не хватает, чтобы его вообще с ним ничего не сделать. Ну, Габлак уже начинает подпушивать топ. Что там у Мипа? Что-то новенькое есть. Ну вот кроме дайгера ничего. 800 на руках. Да, дэмэдж Мипа выдал очень хороший. По тому же Фанику потом файти. Но зато быстро кончился. Потому что выживаемость не очень. Заход в мидл. Вышка здесь еле живая. Ее заберут по-любому. Да. И тут же ТП на Т3. Фаник заходит на ХГ. Шива. Крипов разобрали. Начинают ранить вышку. Фортификейшна нет. Полтавара уже отлетела. Дэнди. Дрим Койл. Пошел Рэвэдж. Разобрали здесь Вайпер. Они знают, что Травка делала в виде. Габлак должен включаться. Ультимейт. Габлака поднимают в Юл. Бегает здесь Фаник. От Разора отправить. Нет, отправляют. Мипа без права. А, нет. Байбек еще может сделать. Да. Огонь его там нет. Но 80 секунд. Я верни был усидеть не вариант. Отходит отсюда Фаник. Есть него даггер. Надо отпрыгивать. То, что там потерял тот момент, когда надо было прыгать, поэтому погибает. Но здесь еще есть Ванскор. Пошел Юл. Спокойно за Ванскором. Ванскор в БКБ. Стэнди пытается расстрелять тем временем. Застрелял их в живых только Мипа. Габлак. Каблаку надо бежать. Ну, там сейчас откатятся даггеры. Габлака могут цепануть. Майнсят против Мипа как могут. Трим Койл еще 30 секунд. Пошел Брайнца. Пытаются зафокусить. Здесь же Габлак. Пошел Койл. Сайланс. Убивает Мипа. Он после байбека. 70 секунд его не будет. И сигналят, мол, давайте сносить топ. Вышки там уже в любом случае нет. Тайтхантер без Рэвиджа. В этом опасности никакой не представляет. Там пульта здесь есть. Фаник с фулманой. Скрипов будет подхиливать. Убивает чужих тоже очень быстро. Адрит ринжовый. Пошел Миришный. Да, минус еще одна страна. Кого-то подцепили. Не хватает дэмэджа, чтобы добить буктопа. Фаник пытается уйти. Слип. Фаник просыпается. Очень сильный подхилл. Еще и Койл. И остается только ботом. Там, правда, стоит Т2. ГГ пока команда Муи не пишет. 20 с лишним тысяч по золоту. И около 20 по экспириенсу. И пойдут толкать ботом. Травка здесь имеет огласонку. Талисманов эвэйджен. Вот-вот будет бутерфляй. Фаник. Фаник начинает собирать аганим. Поздновато, конечно, уже, когда... Там у пол команды и так байбеков нет, банально, по таймингу. Что, какой-то смог? Нет. Без всяких смоков. Леса начинают фармить нави зачем-то. Не знаю, почему. 1600 у Дэнди, но Кура зачем-то полетела. Что в куре? В куре. Рефрешер будет. Вот так поворот. Да, появляется рефрешер у Дэнди. Бутерфляй у травки. Идут пушить ботом. Габлак. Заходит прям за вычку сразу. Бывушка здесь, понятное дело, быстро упадет. Фортификейшн не прожимают. Что-то, пусть Т2 не обновляется. А Т3 еще надо чем-то дефать. Заходит сюда Тайтхантер. Пошел рэвэдж. Неплохой. По троим. Тут же Мистик Флэйр. Вам скоро накрывает. Он успевает прожать ВКБ. Есть Брейнсап. Фин с гриппом щекочет ТХД. Отличный Дримкоил. Вы посмотрите, сколько дэмэджа. Дэнди, рассказ. Ой-ой-ой-ой-ой. Нави просто развалили. Это ГГ. Да, тут же пишет Мипо. Ну, там просто четверых забрал Дэнди. По-моему, Дримкоил был. Если считать Мипорей, то человек на Рейнер на 8 накрыл. Дэмэдж очень хороший. Что ж, Нави дебютирует на Старладере очень хорошо. Сколько там? Минут 35, наверное, понадобилось им, чтобы разделаться со своим оппонентом. 32 даже.